Часть 1. Вопрос номер 1. Появление именно такого названия словарь Бракгауза и Ефрона объясняет тем, что на обложке этого издания обычно изображался титан, держащий на плечах земной шар. Как мы называем такое издание? Продолжение следует... Вопрос номер 2. На протяжении веков в районе строительства Крымского моста с Черным морем это происходило не один раз. Впрочем, довольно редко. Последнее из таких редких для него событий произошло в 2012 году. Назовите одним словом, что же случилось с морем. Вопрос номер 3. Перед вами условное обозначение нескольких полезных ископаемых. Какой буквой отмечены марганцевые руды? Продолжение следует... Вопрос номер 4. В 1969 году норвежский путешественник Турхиердал пригласил к участию в экспедиции на папирусной лодке РА нашего соотечественника, члена Всесоюзного географического общества Юрия Сенкевича. А еще до этой экспедиции Сенкевич побывал в Антарктиде и участвовал в подготовке полетов в космос. На какую должность был приглашен Юрий Александрович? Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос номер 5. На этой картине Петра Верещагина помимо красивейшей бухты видна и Константиновская батарея, отреставрированная Русским географическим обществом и открывшаяся в 2017 году для посетителей. Какой город, символ доблести и славы лежит у подножия холма, с которого написана картина? Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос номер 6. На Курильском острове Итуруп находится один из самых высоких водопадов России. Высота падения воды 141 метр. Именем какого былинного богатыря назван этот водопад? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос номер 7. В каком российском озере не водится Нерпа? А. Ладожское Б. Чудское В. Байкал Г. Каспийское море Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос номер 8. Посмотрите на эти изображения и найдите среди них озеро Ужин, что на Валдае. Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос номер 9. В Устюжском летописном своде об этой реке записано «И соединяющая юг река с Сухонную рекою вкупе приемлют иное проименование. Потому что слившиеся две реки, расширяющиеся пространством великим, принявши в себя великую реку Вычегду, пространнейше начинают течь в Великое море Океан, в Соловецкую пучину. О какой реке, протекающей по территории Архангельской области, идет речь? А. Амур Б. Индигирка В. Северная Двина Г. Печора В. Северная Двина Вопрос номер 10. Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» писал, что о нем будут помнить и гордый внук славян, и финн, и тунгус, и калмык. А как сейчас называется народ, который во времена жизни поэта именовали тунгусами? А. Мордва Б. Эвенки В. Татары Г. Чукчи Г. Чукчи Г. Чукчи Г. Чукчи Г. Чукчи Вопрос номер одиннадцать. Перед вами список населённых пунктов, названия которых состоят из двух слов. А. Свет. Б. Ладога. В. Оскол. Г. Крым. Д. Урингой. Некоторые из них имеют в названии слово «старый» или «старая». Это первый список. Некоторые, новый или новая. Это второй список. Распределите населённые пункты по двум спискам. Помните, что название может быть в двух списках одновременно. Распределение. Свет. Расспределение. А. Радиа. Распределение. Распределение. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...